Я специально сейчас буду говорить на русском языке, чтобы не говорили эти кремлевские брехуны, что тут вообще кого-то там преследуют. Вот я был на Евромаитане, с самого начала был, когда еще не было Евромаитана, на Грушевского, и наблюдал всю эту картину этих людей, которых там была масса людей, милиции не было. В общем, это было мирное. И я там увидел, например, что там выступали люди, которые говорили что-то, ожидали, что Янукович подпишет это все, и его хотели поддержать. Ну, там было, с точки зрения музыки, я сейчас просто как музыкант, я услышал некоторые, ну, такие вот всякие песни, всяких вот этих гурты эти самые. Ну, и она такая была, ну, такая вот обычная. И вдруг какой-то музыкант под гитару запел песню «Червона рота». И вот я просто помню, что вот перед этим музыка там звучала такая на украинском языке, все вроде как бы, ну, вот такое. И вдруг вот «Червона рота», и вдруг я так почувствовал, что, ну, песня очень удачная такая, ну, знаменитая эта, Ивасюка. Но самое интересное вот, что она, там ни слова не было про Украину, про то, что Евросоюз и все, но там хорошие слова, вот там. И эта песня была, она была более патриотичная, чем вот те песни, которые были более патриотичны, ну, по уровню музыки, и этого они были. То есть, вот к чему это я веду, что когда что-то подлинное находится с достоинством, так оно является и патриотичным, без этого накачивания. Хотя бывают и проблемы, когда это требуется, но это в условиях вот нынешних, когда опасность, когда война, там уже ясно, что там. А потом, когда мы ходили, я ходил с дочерью часто, мы ходили поэтапно на все эти ВИЧи, которые были, и мы видели там этих людей, которые выступают. Мы видели, действительно, не было ажиотажа, не было вот этой, знаете, когда толпа, это самое, как вот сейчас показывают эти самые, какая-то толпа такая вот брыжущая слюной, ненавистью. Люди, например, говорили ганьба, но не было в этой слове ганьба, не было какое-то озлобление, просто было какое-то такое, ну, нормальный такой жест. Когда ты вот что-то поганное сказал, тебе сказали, нет, ты вот, ты такой-сякой, до всякого этого самого. Вот, и вот, когда мы все это смотрели, то еще, то первая моя реакция была музыкальная на это, она была вот какая. Когда, я не помню, это 13-го, это когда Набат на Грушевского бил, и когда звонарь сказал, что это второй случай после того, как били в Набат, 2200-й, да, монгольское нашествие было, второй случай это был, когда вот этот Набат били, и вот тут вот, вот тут на меня, и я первое, первое, что я, это, который на меня так подействовал, что я сочинил, ну, как бы, как бы, ну, напел, как бы, даже, и даже ноты написал, даже, это есть ноты, ноты, я Гобдачу отдал, это, это вот этот Набат, и там, и там внутри гимн Украины, ну, слова те же. Этих, этих гимнов, на эти же слова я потом в дальнейшем написал 5, 5, 5, 5 вариантов, и они отличаются друг от друга по мере, по мере того, как обострялась ситуация. Вот этот гимн, который первый, он хоть и напряженный, вот этот гимн, но он какой-то еще, как бы, такой, ну, с каким-то, с народным таким оттенком, какой-то, какой-то, народная песня, что ли. Поскольку это было на Рождество, это там вторая, вторая часть, это Рождественский псалом. Радуйся земле, ну, народ, сын божий народил, все вот такой парень. Но потом, когда началось обострение первое убийство, ну, вот этого армянского юноши, Нигояна, меня это так возмутило, потому что показали, показали, как он читает стихи, и на хорошем украинском языке, значит, человек, который беженец, приехал в чужую страну, учился хорошо, как потом сказали, что он очень хорошо учился, был этим самым, выучил язык в чужой стране. А вот эти, которые там устраивают, они устраивают это, вы живете в чужой стране, и вы языка не знаете даже. Вы даже то, что русский, вы не знаете, так вы только Мурку, наверное, вы, наверное, и Пушкина не читали. Вот я, судя по лицам тех вот беснующих, бесноватых. Я в таком Нигаваре взял вот этот, вот этот, открыл это самое и сочинил вот эту, и вам, ну, знаете, стихи. Иван, слава, сыне горе, кривою окуньте. Ну, естественно, поскольку он погиб, то вторая часть со святыми, упокой. Это вот такая, как бы, композиция двойная. Со святыми, о богуни, Христа души, раб твоих. И я, между прочим, ее даже не написал ноты. Ну, что, в общем, ну, и потом мне говорили, напиши ноты, чтобы мы филармонию исполнили. Мне показалось, это фальшиво, фальшивым. Это документ, пусть оно в таком виде будет, может, когда-нибудь, но чтобы не было такого, что вот ты вот на крови, там, зарабатываешь, зарабатываешь, потом тебя будет хвалить, как ты хорошо написал, хлопать. Вот это невозможно вот в этой ситуации. А дальше развивалось это, и мы ходили, и последнее тоже было ВИЧ, но вот это 18-е, 19-е, которые я увидел уже расстрел, а 20-е это уже полный был. Вот 18-е, 19-е, это самый гневный гимн. Такой получился он какой-то весь в дыму. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такое напряжение, потому что меня зашкаливало. Для меня вот этот рояль был как баррикада, который как будто по мне стреляет. Я помню, что я там так разорялся, что я, наверное, уже соседи думали, что я с ума сошел. Даже вот стыдно говорить, что ты там написал музыку, и в это время люди погибали. Как-то, понимаете, и ты вроде бы сейчас имеешь какую-то... Вот тут есть проблема, понимаете. Люди погибли, а ты тут вроде уцелел и еще написал музыку. Есть проблемы вот эти. Поэтому я решил, например, что это будет существовать только в качестве этого самого. Ну, еще первый хор, где еще не было расстрелов, я еще оставляю. А это будет существовать как документ. Я не хочу, чтобы... Ну, это такой выбор мой пока. Значит, получается, что Майдан... Притом на Майдане тоже, я же помню, на Майдане пели гимн. Притом пели иногда люди, которые пели. Потом иногда там они хором пели. А иногда было совершенно замечательное пение. Просто два голоса, там женские, два голоса пели. Это было еще сильнее, чем когда хором поют, без сопровождения. Просто два женских голоса, очень нежным, таким чистым. И я вот это... И я как раз прислушался к этому гимну. Потому что этот гимн, он же... Ну, я не знаю, мне кажется, он очень... Ну, еще с 19 века. Возможно, он был и в УПА, и в Бендер, и в Бендер, и, наверное, это был гимн. Или, может быть, этот гимн был в этой директории или в какой-то... Я не знаю, не знаю истории этого гимна. Но он постепенно стал... Я сперва такой, ну, вроде обычный такой, вот что-то такое тру-ля-ля. Потом я вслушался, смотрю, а он очень хороший. Там три этажа, там три комнаты есть. Это трехэтажный гимн. Обычно гимн состоит или из одной комнаты, ну, с одного, или двупарный. Ну, допустим, даже гимн Советского Союза, он парный. А на А и Б. А тут А, Б, Ц. Тут тройной. Кроме того, распевы есть, совершенно несвойственные гимны. Гимны обычно по складам. А тут... То есть... И я понял, что этот гимн... Я где-то говорил об этом. Что в этом гимне есть литургическая основа. Аллилуйность есть. Дело в том, что Вербицкий был церковный... Да, он же был священник, имел образование богословское. Он, правда, и оперетты писал, и... Но у него замечательная есть литургия, очень... Которую Людкевич читал, допустим, что там есть признаки гениальности. Она связана с Шубертом, Иландским, каким-то Венским, Мелосом, но очень... Так вот, в этом гимне, понимаете, в этом гимне было заложено литургическое основа, и этот Майдан стоял не только это, а он был еще литургичным. Он был... В нем не было, например, угрозы в этом фильме. Там сгинут наши выраженьки, как краса на солнце. Какая-то милость даже есть в словах. Какая-то... Какая-то... Аллилуйность в нем присутствует. Какое-то Аллилуйя, это же торжество, это благодарность, гимн благодарности. Даже если в душу и телу мы положим, покажем, мы братья, там есть какое-то ощущение, с одной стороны, Аллилуйность, а с другой стороны, когда люди за столом собираются, друзья, и они по чарке выпили, и сказали «Будьмо!» Вот, понимаете, это вот украинское «Будьмо», Аллилуйное «Будьмо!» И вот этот гимн... И поэтому, когда я это начал, то я начал просто на эти слова писать, как будто эти слова писал поэт. Как-то я забыл его. Там много еще дальше куплета весь, но взяли только первые. И получается, что эти слова Аллилуйные, они почти стали не только гимном, а это вот тоже какой-то псалом, в общем, по сути, украинский, на который тоже, мне кажется, хотя, может быть, правительство и запретит писать на эти, но, может быть, можно на эти слова писать уже бесконечное количество этих. Потому что слова фундаментальные, они не просто касаются только Украины. Там я же говорю, заложено. И вот это мой отклик. Згинуть наши вороженьки, Я краса на солнце, Запануем ими братья вороженья, что луна все.